Мне тоже вообще срать. Я с Лизой хорошо общаюсь. Марьяна спит. Как у вас с Костей? Мы с ним общаемся. Ты что такая злая? Я не злая, просто я не понимаю таких, которые мне говорят, что я обязана им, я им должна. Ну, как бы я никому не обязана, никому не должна, кроме своей дочери. Вот и всё. Волгоград, привет. Привет. Нет, русский я сдавала в 64-й. Как там фан-встреча? Нормально. А у нас какой стать тебе обязан? Я не говорила то, что мне обязан. Я просто сказала то, что она обязана. Я не говорила то, что мне. Никто мне не обязан. Я же не говорила то, что мне обязан. Я просто сказала обязан. Нет, у меня ямочек нет. Ты это что ли? Мне не считается, что это ямочка. Ну, наверное, числа 8-го. Ну, что я могу сказать про шоу-бегида? Всё, что там было, это всё наиграно, потому что им до хера денег заплатили. Вот и всё. Запомните, шоу, это есть шоу, передачи всякие, там, например, «Пусть говорят на самом деле» или вот такие подобие передачи, там всё ложь. Ну, кроме детей, которые серьёзно больные, там вот я считаю, что там всё правда, а вот там какие-то моменты, например, Шуригина или ещё какие-то, ну, это бред. Встреча нормально пришла. Почему я вот в 17 лет заканчиваю 9 класс? Потому что были такие в жизни моменты, то, что я не хотела учиться и прогуливала. Ну, всё, вот и я оставалась второй год. Я очень сильно об этом жалею. А беременность у нас тоже ложь? Нет, ну, как, там всё запутано. И, ну, как бы, в принципе, история настоящая, но немного в каких-то моментах чуть-чуть приукрасили. Как Марьяна, как здоровье? Ночью часто просыпается. Ночью она не просыпается, ночью она хорошо спит. С Женей мы хорошо общаемся. Я не знаю, когда будет второй сезон. Да, пришли люди на сходку. Или на бухгалтер-экономист, или на повар-кондитер. С Настей нет, а с Женей да. Да, платили. Как новая коляска? Очень нравится. Ну, если ты тупая, то я тебя поздравляю. Как бы, по себе людей не судят. Человек пятнадцать. Ну, в принципе, я думала над тем, как я буду праздновать день рождения у Марьяшки. Но это будет зависеть от финансов. Ну, если мне денежка будет позволять, то вообще будет классно. Да, платили. ДК-салют. Ты с мамой живешь или отдельно? С мамой. Женей может быть что-то... Больше нет. Мы с ним друзья, и все. Спасибо. А фамилия моя, Акпарсова. Встреча хорошо прошла. Как красиво, спасибо. Марина, привет. У тебя мама такая хорошая, спасибо. Привет. Не, если я теперь... Если я забеременела, и родилажность у тебя стала тупой, это вы так рассуждаете? Как кто-то... вечерний. Слушай, ты совсем уже тупая, я просто херею с тебя. Насколько нужно быть тупой и унижать себя? Просто я не понимаю. Ой, блин. Блин. Нет у меня парня. У меня есть подручки, которые с мамой приходят, в гости играются? Нет. Ой, господи. Девочки, заняться нечем. Да, заблокировала я ее уже. Логика просто. Родила, значит, тупая. Родила, значит, шлюха. Родила, значит, вообще говно какое-то. Рождение ребенка это плохо, да? Ну, прикольно. Родила, ну, куда мы их потратили, это не важно. На нужды. Да, общаюсь с Лизой. Как Алиса? Алиса, хорошо. Ой, блин, я просто херен. Кому я не нравлюсь, вы идите, господи. Блин, я не понимаю, зачем вы свое драгоценное время тратите на меня, если я вам не нравлюсь. Мы предохранялись. Блин, идите-ка вы, пожалуйста, все это. Прямо вот раздражаете уже. Они не были моей охраной. Вот они, говорите-ка, для себя родила, а все теперь, будто я всем жизнь испорчила, и меня, блин, там, не знаю. Я не успеваю их заблокировать, потому что мне много вы пишете, и потом, когда я буду пролистывать назад, у меня просто инстаграм начинает тупить. Ну, я не виновата. Я вот делала уже два раза брови, и потом, когда уже проходило время, они меня обратно становились так. Я же не виновата, потому что у меня такие брови. У меня папины брови, ну, пожалуйста, отстаньте. Брови как брови. Как сестричка. Сестричка хорошо. Не хочешь поступить с театральной актрисой? Я об этом думала. Спасибо. Привет. Ты очень красивая. Спасибо. Моя красивая вся в тебя. Спасибо. Не хочешь продолжать учебу? Я буду продолжать учебу. Ты красивая. Спасибо. Привет. Привет, пожалуйста. Привет. Ты сдала экзамен? Как сдала? Я сдала только русский и общество. Да, я завтра смотрю в больницу на взвешивание и проверить, ну, узнать, какой рост. Также я хочу сходить к этому, к хирургу, потому что, ну, проверить родимое пятно. Пока что еще не узнала результаты. Есть шанс, что Алиса выздоровеет. Есть шанс, что Алиса встанет. Но полностью излечить ДЦП это невозможно в принципе. Можно ребенка на ноги поднять. Но излечить полностью невозможно. На кого учишься? Я пока еще не на кого учусь. Не на... Короче, вы поняли. Но у меня в планах или бухгалтер-экономист, или повар-кондитер. Как Марьяша? Марьяша хорошо, она спит. Какие еще экзамены сдаешь? Математику и информатику. Марьяна по советам хорошо спит. Да, она по советам хорошо спит. Она не реагирует ни на свет, ни на звук. Община хорошо спит. Спасибо. Я сама писала экзамены. Не было ответов вообще нигде. Спасибо всем тем, кто мне желает счастья. И вообще спасибо. У Алисы ДЦП, да. Марьяша хорошо, спасибо. Салам, как дела? Хорошо. Скажи, как у тебя со зрением после родов? У меня до родов, ну до беременности было минус 1,5. Сейчас у меня минус 2. Ты такая лапочка, спасибо. Десятый дешевый, нет. Какой средний балл? Ну там по-разному. Там по-русскому вроде бы надо набрать 15 баллов. Я не помню. Крашеные. Милашка такая, спасибо. Сколько у тебя времени сейчас? 11 час. Можно во время беременности чипсы кушать? Нежелательно. Я во время беременности чипсы, сухарики от этого не ела, но я ела бургеры. Но не так часто. Часто гулять с моряшкой? Нет. Но вообще все зависит от погоды. Если хорошая погода, то я готова хоть каждый день выходить. А если плохая погода, у меня и настроения нет, и у моряшки настроения нет, потому что она очень сильно реагирует на погоду. И мы с ней дома сидим. Я без настроения, Марьяна без настроения. Я, конечно, не устраиваю истерики, но моряшка, если у меня нет настроения, она устраивает истерики. Привет из Беларуси. Беларусь, привет. Ты очень красивая. Спасибо. Сразу говорю, что у меня телефон может выключиться, потому что я просто так вот что-то мне стало скучно, я зашла в прямой эфир. И у меня зарядка заканчивается. Поэтому если я пропаду, то не этот. Пока ты в сторону посмотришь, мой вопрос... Задай еще раз вопрос, я постараюсь на твой вопрос ответить. Да, у меня есть растяжки, и у меня их не так много. Есть пост об этом, да. Да, конечно, можно пойти. Кто предложил идею назвать Марьяну? Я. Это я. Я придумывала ребенку имя. Мы с моей сестрой, я тогда была в Брянске, это была тогда зима, у меня был еще маленький срок. И я тогда приехала в Брянск, и мы с сестрой начали выбирать имена. Если будет мальчик, мы с ней выбрали или Кирилла, или Константина. А если девочка, то Ева или Марьяна. Но Марьяна мне больше всего понравилась, и в итоге я ее назвала Марьяна. Вы такие милые сейчас, вам спасибо. Саранск, привет! 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 Тут, кстати, у меня такая идея есть. Я хочу устроить такой день, точнее, ну, не день даже, скорее всего, я в историю выкладываю. Вы мне пишите, что делать, я выполняю. Хотели бы вы, если бы я это провела? Если да, то я проведу в истории опросик, и вы ответите. Скучаешь по бабушке? Да. Ну, Сивасаска, привет! Алиса разговаривает? Ну, как сказать, разговаривает? Да, нет, мама, папа, баба, гелька. Все. Да, да. Да, давай. Хорошо, давайте тогда я, когда закончу прямой эфир, телефон на зарядку поставлю и сделала опрос. Как у тебя протекала беременность? В принципе, у меня протекала беременность хорошо, если не считать отеки и низкий гемоглобин. Я задала... Я задала вопрос, ты мне один не ответила. Прости, я не успеваю читать. У меня еще иногда интерпензит. Какой у тебя iPhone 5? iPhone 5. iPhone 5. Ты боялась рожать? Да. Завтра у меня экзамена нету. У меня экзамен 6 июня и 11 июня. Так, я заканчиваю прямой эфир. Всех люблю, всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok